добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодняшний ролик будет не по теме основного направления моего канала дело в том что вот обратился ко мне мой товарищ друг и коллега который ездит по дорогам на отега несколько лет тому назад я также катался теперь немножко сменил сферу деятельности и обратился с такой просьбой значит каждый 80 90 тысяч у него выходит из строя регулятор здесь bosch как бы bosch но по всей видимости это не bosch какой-то и bosch потому как 80 90 тысяч отхаживает щетки нормальные целые но на всех этих релюхах выходит из строя вернее обрывает одну щетку одну еще такие вот именно крайняя щетка почему-то видно что она еще не выработана но происходит обрыв и это такая болезнь вот это реле она стоит сейчас 20 тысяч деньги это не плохие деньги как говорит нагиев можно было найти деньги купить очень много бананов а приходится покупать вот такие релюхи что же давайте попробуем эти щетки заменить и восстановить это реле и чтобы мой товарищ тратил деньги ну либо на бананы либо на чашу с пользой для семьи и для себя вот таким образом я одно уже расковырял с помощью вот такой штуковинки и обнаружил что припаивается щеточка вот здесь в этом месте теперь нам остается только просунуть взять эту щеточку таких щеток у меня как говна за баней сейчас я вам покажу ну вот любую из этих щеток можно брать отпаивать это все сгоревшие релюхи с основном с наших самар жигулей и и будем мастерить эту щеточку суда так ну вот этот блин будем считать почти комом но все-таки я ее постараюсь тоже восстановить а здесь постараемся сделать покрасивее и у него также есть еще несколько реле еще парочка два или три он сказал точно такая же проблема и наводим это дело чуть ли не на поток сейчас я все расчищу расковыряю подготовлю к замене надо будет тоненьким сером высверлить вот эту вот беду и будем будем двигаться дальше как все будет происходить будет в этом ролике ну вот извлек из жигулевского корпуса щетки щетки по размеру и по структуре практически одинаковые но по размеру одинаковые по структуре немножко разные не в этих больше меди но когда больше меди это не тоже не есть хорошо но проблема в том что вот этот хвостик медный он гораздо короче так звонят так сам медный хвостик на штатном на штатной щетки он длиннее намного причем как видим больше сантиметра поэтому вот этот штатный хвостик мы будем спаивать с нашим донором и протягивать в корпус давайте как я это сделаю будет продолжение чтобы протянуть щетку также припаиваем вот такой волосочек медный и протягиваем эту щетку предварительно пропаиваем место пайки чтобы нам осталось только прихватить и и занимаемся паянием валянием ваянием паянием вот наша щеточка на месте очень легко работает она должна без закусывания работать чтобы ничего не закусывала лишнее вот этот небольшой аппетит будем делать обрезание вот таким образом щелк и все у нас на своих местах так сейчас соберу вторую щеколадку и покажу дальнейший фронт работ с ней вот при сборке второго щёточного узла второго реле обнаружилась еще одна подлость этого ебоша сейчас они все делают свои запчасти для того чтобы их невозможно было восстанавливать своими руками поэтому вот здесь вот вот этот контакт он сделан из алюминия если здесь я кончик щетки который был медный эту косичку я не удалил и поэтому мне удалось к ней припаять она прищелкивается контактной сваркой у меня такой контактной сварки нет к сожалению и поэтому вот это реле мы оставим до лучших времен сейчас вот это вот заклеим и это реле у нас пойдет в работу это возможно придется либо выкинуть либо искать метод как припаять именно контактной сваркой но у него еще две штуки есть поэтому на следующих будем учитывать эти ошибки это будем считать что у нас экспериментальная для того чтобы экспериментальная реле для того чтобы узнать ее устройство и все прочее вот так вот он выглядит будем так говорить в разрезе пришлось и расковырять чтобы добиться сути каких-то пособий по ремонту таких шоколадок шоколадок я нигде не нашел и все пришлось изучать как бы сначала но мое мнение что все что сделано руками человека руками человека и переделывается единственный что вот этот косячок что нужно вот если здесь присмотреться видно медное основание которое шлепнуто контактной сваркой и поэтому при удаление здесь залито то ли эпоксидкой то ли еще какой-то полиэфирной смолой все залито все запаяно все заплавлено для того чтобы покупатель ехал и покупал новую владелец этой машины не смог ее установить повторюсь стоит эта хрень очень дорого но если кто будет восстанавливать учтите вот эту оплошность вот эту ошибку если зачищать здесь зачищать нужно аккуратно и бережно чтобы зачистить именно кусочек медной оплетки медной косички и уже к ней припаивать здесь у нас все получилось 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 отлично сейчас мы это все будем заделывать вот таким вот мановским двухкомпонентным клеем сейчас я заклею и будем писать записывать ваять окончание ролика ну вот в принципе работа и закончилась надо выключить музыку от меня заблокировать youtube работа закончена так заклеил эпоксидным клеем двухкомпонентным так так вот такой вот клей так несколько нюансов при работе кто будет это делать это первое я уже об этом говорил нужно аккуратно удалять когда зачищать чтобы оставить именно кусочек плетенки от старой щетки чтобы можно было к ней припаяться иначе толку не будет потому что вот эта хрень она оказывается алюминиевая ну так второй нюанс щетка должна ходить без закусывания мягко аккуратно без закусывания и третий нюанс это когда будете заклеивать клеем дайте клею немножко схватиться чтобы он не затек внутрь и не склеил щетку время застывания схватывания этого клея где-то пять минут я подождал минуты четыре и после этого зашпаклевал вот этим клеем можно было в принципе и не заклеивать но получилось бы некрасиво и неаккуратно термоклеем нежелательно потому что генератор работает при температуре от 80 и выше градусов и термоклей он вытекет ну что думаю друзья у тех у кого руки растут чуть повыше жопы то не составит труда проделать такую же работу и вернуть к жизни регулятор напряжение вот такого типа тем самым сохранить немножко денежек на шашлычок а может даже и с водочкой ну что друзья на этом ролик закончен всем пока удачи здоровья и теплого весеннего настроения пока 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 пока